В Висогеносе появилось еще одно новшество. Места для пассивного отдыха. Как вы видите, за моей спиной ведутся работы окончательно. Это гамаки для пассивного отдыха. Ведутся работы и уже завтра, в среду, они будут закончены. Так что приглашаем всех жителей испробовать, полежать, помедитировать, посмотреть на лампочки, которые сверху. Сколько всего таких гамаков у нас в Висогеносе будет оборудовано? Всего в Висогеносе их будет 5 штук. На данный момент, что мы находимся на пляже, их будет 3 штуки. Над каждым из них будут лампочки. То есть такое атмосферное освещение сделано. И 2 гамака сделано около гимназии от Гемима. И в этом году пока что все. То есть всего 5 штук. Такое мы, наверное, не часто увидим даже в Литве. Как такая идея возникла? Да, вы правы. В Литве мы тоже этого не видели. Идею мы нашли по красивым картинкам в интернете. И вообще задались вопросом, насколько это реально сделать у нас в Висогеносе. Так что обратились к разным, ну, похожим, похожие работы, которые выполняют подрядчикам с вопросом, насколько это реально и сколько могло бы это стоить. Нам один вообще подрядчик ответил, что это реально, что мы могли бы это осуществить. Вот так. А как идея зародилась? Вы знаете, каждый год, каждый час, не знаю, неделю мы планируем что-нибудь интересненькое. Ну, то есть детские площадки, как уже и сами жители говорили о том, что они, можно сказать, однотипные. То есть это домики. Ну, это в связи с определенными стандартами, наверное, есть такой минус. Вот. Так что ищем что-то такое интересненькое, чего не видать было в Литве. Так что надеемся, что это вот станет таким местом притяжения интересным. Ну, вот это все очень-все красиво. И будет оставаться так и всю зиму, и круглый год, так? Да, вы правы. Эти территории не боятся света. Ну, точнее, не территории. Даже получается, что натянутый канат, само собой, он металлический. Он не будет бояться ни прямых солнечных лучей, ни осадков. То есть с ним ничего не станет. Точно так же и с натянутой сеткой. Она, не скажу, что антивандальная, то есть ее при желании можно, конечно, разрушить. Но всю зиму, осень, весну, лето, круглый год она будет доступна. Ну, надеемся, что они, конечно, выживут. Подсветка, она присоединена к общему освещению города, подпитывается от одного из столбов освещения, поэтому будет включаться вместе с основным освещением. Оно не будет регулироваться. Но мы решили так, что летом, в общем-то, эта подсветка не нужна. В темное время суток будет создавать такую уютную атмосферу. Работа уже близится к завершению. И уже совсем скоро можно будет воспользоваться этим оригинальным украшением благоустройства нашего города. Общая стоимость работ составляет 8 950 евро из средств бюджета самоуправления. Напомним, что это уже не первый проект, который делает наш город уютнее. Это и музыкальные инструменты на пляже, и веревочный парк, и загадка с Азбукой Морзе на тротуаре улицы Сан-Тервис. Что еще можно такое придумать, как вы думаете? Ну вот с этой целью, в общем-то, хотели бы к жителям и обратиться. Если у вас есть какие-то идеи, предложения, может быть, чего-то вы видели. То есть, ну, очень много сейчас людей за границей бывают, путешествуют, видят интересные идеи. Были бы рады и очень открыты ко всем новшествам. Может быть, если у вас есть возможность и желание, предложите нашему городу что-то интересненькое. Мы будем стараться воплотить это в жизнь. Мои контакты вы можете найти сейчас в видеоролике. По электронной почте вы можете обратиться. Если вам удобнее по телефону, позвоните. Можете просто словесно, можете картинки, можете фотографии выслать. Всему будем рады. Главное, чтобы понять, как эту идею осуществить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова